День бездомных животных Рассказать истории их трагических судеб И может быть именно в этот день Одна такая маленькая судьба Станет чуточку счастливее Ведь любовь верного четвероногого друга Будь то собака или кошка Самая чистая, большая и искренняя Так что берегите своих питомцев Заботьтесь о них Потому что для своих мохнатых товарищей Вы являетесь смыслом и радостью Всей их жизни Здравствуйте, в эфире Рязанской телекомпании Город, программа 7 минут Сегодня у нас в гостях ребята, которые занимаются С замечательной деятельностью Они помогают бездомным животным Это волонтеры инициативной группы помощи Бездомным, конкретно собакам Спасибо за жизнь Вот у нас в гостях Елманова Татьяна и Сергей Сафроний Здравствуйте, ребята Добрый день Вот представьте нам юную леди, пожалуйста Сегодня мы пришли с нашей подопечной Заботой Китти Едет уже третий год Живет он всю жизнь у нас на передержке Очень умная, сообразительная Любит учиться, запоминает команду Для телезрителей объясню Каждую третью субботу августа Весь мир отмечает Сложно сказать праздновать Но отмечает День бездомных животных В связи с этим на озере Орешек Вот в минувшую субботу В Рязани состоялось мероприятие Которое было посвящено именно этому дню Вот, что происходило, ребят Потому что вы непосредственно были участниками Принимали во всех видах деятельности участие И что происходило на озере Орешек К чему это было, собственно, посвящено И на что направлено Да, впервые в нашем городе Произошло такое мероприятие Чему мы безумно рады 16 августа Отмечался Международный день бездомных животных На Ореховом озере мы проводили праздник Организаторами которыми являлись Администрация города Рязани И коммерческое партнерство Лучшие друзья и мы Праздник был посвящен, собственно, проблеме бездомных животных Которая на сегодняшний день очень актуальна И для нашего города, повторюсь, это было впервые Такое масштабное достаточное мероприятие Вот, что происходило на базе озера Орешек Чем, собственно, Китти занималась там, например На базе озера Орешек у нас происходил праздник В котором были разные конкурсы Различные конкурсы устраивали для посетителей И также для тех, которые являются и волонтерами В том числе и Китти У нас участвовала в выставке беспородных собак Которая у нас проводилась для всех желающих Каждый мог прийти с своей собакой, зарегистрироваться И принять участие в этой выставке Вот у нас одна из наших подопечных Заняла свое почетное место Какое? Пятая, да? Пятая Ну, неплохо И вообще много собачек приняли участие? Нельзя сказать, что прям очень много Но порядка 12 Но все равно нормально для нашего города Да Вполне себе интересно Люди поддержали Прям большое им спасибо за это Потому что интересная достаточно мысль До празднования Дня бездомных животных Я общалась с волонтерами лучших друзей Мне сказали, что вообще В первую очередь будут заниматься собачками беспородными То есть приходили хозяева дворняжечками, да? Были и дворняжки, были и породистые тоже Лабрадоры были Шарпеи То есть такие тоже были Ну ладно Итоги мы подвели по большому счету Давайте вот так пройдемся На сегодняшний день Если сравнить хотя бы там С прошлым годом Вот такой вот временной отрезок взять На сегодняшний день полегче чуть-чуть стало Вот с этой проблемой Потому что и передержки различные Нужно вам оплачивать, ребята Да? Все же это люди присылают Правильно? Я понимаю Да, совершенно верно Сказать, что полегче стало Так, наверное, нельзя сказать Потому что все-таки Несмотря на то, что мы очень любим повторять фразу Что мы в ответе за тех, кого приучили С бездомных животных на улицах города Не уменьшается, к сожалению Их-то также остаются сотни тысяч Поэтому сказать, что прям легче стало, нет Но, естественно, со временем Люди узнают про нас Узнают про те организации Которые занимаются помощью бездомным животным Поэтому, естественно, чем больше волонтеров Тем легче Люди, которые помогают Люди, которые и не только помогают Как волонтеры именно заниматься с животными Но и материально тоже приходят Ну и как в итоге на сегодняшний день? Рук хватает? Рук катастрофически не хватает Очень-очень нам нужны волонтеры Новые люди, которые ответственные Которые готовы взять на себя такую Ну, не будем скрывать ответственность Ухаживать за животными Кормить Привозить Отвозить Пиарить То есть Люди нужны катастрофически Вот в вашей инициативной группе На сегодняшний день Я так понимаю У вас нет никакого такого помещения Где базируется вообще Вот такая передержка Все по квартирам? Нет У нас есть место Называется передержка Да Там у нас существуют вольеры В которых содержатся, соответственно, животные Есть, конечно, часть животных Которые содержатся на квартирах Но это те, которые К сожалению, либо пока нет возможности Их отдать в связи с болезнью Либо после операционной Какие-то периоды Они находятся на домашних передержках А так Большую часть времени Естественно, собаки находятся В вольерах Там, где они И живут все свое время До пристройства Новые дома И на сегодняшний день Вот по количеству Если сколько примерно Собак У нас сейчас На сегодняшний день 25 Включая щенков Какие опасности В основном собак Подстерегают на улице? Ну, естественно Это человеческий фактор Все-таки люди Да В первую очередь Это люди К сожалению Как бы Мы не старались Но пока Ответственность Люди В себе Не воспитают Перед Своими ближними То, к сожалению Эта проблема Так и будет оставаться Ну и, соответственно К сожалению В нашем городе Нет государственных приютов Это огромная проблема На сегодняшний день Потому что Что Наша Инициативная группа Что Некоммерческое партнерство Лучшие друзья К сожалению Не являются приютами Городскими И Такой функции Как мы должны Выполнять Да, по сути У нас нет возможности Выполнять Ну, Сергей Вот вы Сидите очень Втихомолочку В сторонке Вот Расскажите Это ваш подопечный Насколько я понимаю Конечно, это моя подопечная С самого детства Занимаюсь ее воспитанием Вы ей ищите хозяев Или же вы все-таки Уже смирились с тем Что вы Мы каждую собаку Которая у нас находится На передержке Стараемся пристроить Максимально хорошие руки Передаем по договору их И в дальнейшем Детьми Очень любит Маленькие дети Особенно Любит гулять Так что она у нас Самая такая Красивая Она у нас котенок В теле собаки Поэтому ее так и зовут Она очень ласковая Просто у нее все повадки Кошачьи Она такая нежная Вся вот прям Передвигается Как кошка На кровать запрыгивает На ручки запрыгивает Нельзя сказать, что это собака Очень нежная Очень нежная Идеальная Ну ее подобрали щеночком Да, насколько Да У нее классическая Трагическая судьба Там удалось спасти всего Пятерых щенков На сегодняшний день Четверо пристроено И вот Китя осталась Последняя В ожидании И сколько ей? Ей уже третий год идет Два с половиной года Ну взрослая девчонка Да Ну ребят Пожелание Нашим рязанцам Какое-нибудь Хотелось бы от вас услышать Наверное В первую очередь Хотелось бы пожелать Всем Быть более ответственными Все-таки Смогли мы Сможет И любой желающий Кто захочет Поэтому Не стесняйтесь Приходите к нам Волонтерами Очень бы Хотели видеть В наших рядах Пополнение Поэтому Открывай Надо открываться миру И главное Не бояться брать Бездомных животных С улицы Они отплатят В полной мере Ну будем надеяться Что сегодня Нас многие услышат Пожелаем нашим Рязанцам Быть более ответственными Действительно Ни в коем случае Не обижать Слабых Ни в коем случае Не обижать Беспомощных Животных Кошек и собак Это была программа 7 минут С вами Сегодня были Волонтеры Инициативные группы Спасибо за жизнь Спасибо вам ребят Что пришли к нам в гости Спасибо что пригласили Ну а мы с вами Скоро увидимся Всего хорошего До свидания